Это идеальное незаметное оружие. Если правительство недолюбливает какую-то группу людей, как, например, тех дам, которые протестовали в Гринхэме в Англии против размещения американских ракет, их подвергали воздействию микроволн. Микроволнами обрабатывали католиков в Северной Ирландии, чтобы они болели. То же самое и по всему миру. Жертва даже не осознает, что подвергается воздействию, потому что доза очень низкая. На самом деле низкие дозы даже опаснее высоких, так как последствия будут заметны не сразу. Доза микроволны очень низкая, и, возможно, пройдет год или два, но рано или поздно проявятся симптомы неврологических повреждений или рак, и ваших противников одолеют различные болезни. Это идеальное оружие для власти. Здесь на одном доме антенны такие своеобразные. Вы не объясните, что это такое? Это облучение. Это прямое облучение радиосигналом. Причем мощнейшее радиосигнало. Это не просто опасное, это жизненно опасное. Это, ну, фактически это микроволновая печь. Это решение не инженерное. Я связист по образованию. Первое образование у меня было, это автоматическая механика и связь. Я хорошо знаю эти системы, изучал их в корне. Я участвовал в проектах установки этих систем. И не только в России, в Соединенных Штатах в основном. Одно из моих решений было реализовано в 14 штатах. На базе этих антенн. Вот этих антенн. Именно этих вот систем. То есть вы это хорошо знаете? Я это очень хорошо знаю. У меня есть проекты и решения разработки этих систем, которые приняты в Соединенных Штатах. Я знаю, что это размещение жизненно опасное. Воздействие излучения беспроводных технологий. Это рак. Оксидативные повреждения. Повреждения и разрушения ДНК. Потеря памяти. Головокружение. Беспокойство. Спутанность сознания. Головная боль. Кровотечение. Когнитивные нарушения. Изнеможение. Есть данные о повреждениях ДНК. И о кардиомиопатии, что является предвестником сердечной недостаточности. Потеря памяти разной продолжительности. Снижение концентрации и реакции. Вплоть до непроизвольных спазмов мышц, вызывающих смещение челюстей и позвонков. Рак груди внезапно обнаруживается у женщин, не имеющих генетической предрасположенности. Нарушение иммунной функции. Изменение уровня протеинов стресса. Влияние на репродуктивную функцию. Есть десятки и десятки исследований, без сомнения доказывающих влияние излучения на сперму. Под этим излучением мозг человека теряет способность анализировать, мыслить. Но зато он верит. Верит всему. Газетам, радио, телевизору, учителям в школе, офицерам в казарме, рекламе, пропаганде, проповедникам. Система информации действует неразрывно системой излучения. Людям можно внушить все, что угодно. И они примут это как единственную истину. Тогда с человеком можно делать все, что угодно. Восторг. Будет восторг. Ярость. И будет ярость. Депрессия, и все упадут, и будут медленно умирать. Можно заставить покончить с собой. Можно заставить убить своих детей. Можно? Все можно. Вот это представители, опять-таки, войск правительственной связи КГБ СССР, которые давали правительственную связь, в том числе, с территории Афганистана обеспечивали. Они рассказывали, что еще в то время начали проводиться военные эксперименты по воздействию вот этих миллиметровых диапазонов волн на, будем говорить, организм человека. Вот в горных, будем говорить, селениях и аулах, где сидели, будем говорить, душманы, и выбить оттуда их было довольно сложно. Это было сопряжено с очень большими людскими потерями и затратами. Проводили эксперименты, ставили вот такую, будем говорить, станцию продировления электропосферной связи, направляли на это ущелье, включали на полную мощность. И, будем говорить, душманы, которые там находились, либо в ужасе, разбегались кто мог. Вот остальные умирали в страшных муках от инфарктов, инсультов и других, будем говорить, техногенных воздействий. Вот такие, будем говорить, эксперименты, тогда уже проводились, это все абсолютно реальная вещь. И вот сейчас опасность-то в том, что вот такого же рода излучателей, вот в тех же самых диапазонах радиоволн, миллиметровых радиоволн, сейчас у нас расставлены по всем нашим городам, селениям, весям и так далее. То есть мы действительно, как я говорил уже, Айда, фактически находимся в одной большой микроволновой печи. То есть это такая комплексная система, будем говорить, это оружие массового поражения, которое развертывается на нашей территории под видом вот такой безобидной, как бы, системы сотовой связи и мобильного интернета. Сегодняшние уровни излучающего воздействия в квинтиллион раз, это 18 нулей, превышают естественное геомагнитное излучение, как утверждает профессор Оли Йоханссон Каролинского института в Швеции. Крайне опасные проявления от воздействия электромагнитного излучения доказаны в тысячах научных работ, начиная с 1932 года. Очевидно, что мы стоим перед лицом всемирной катастрофы в здравоохранении. 5G будет распространять концентрированное и сфокусированное электромагнитное излучение, в сотни раз мощнее существующего сейчас, и работает по тому же принципу, что и направленное энергетическое оружие. Распространяется международный призыв, который подписали 237 ученых в области электромагнитного излучения из более 40 стран. Необходимо принять меры предосторожности и оповестить население о значительных рисках, в особенности для детей и для развития плода.